Вообще, что, ну, ситуация-то плачевная со всеми этими, а о конкретном проекте, который, вот, там, знаете, выпускает все вот эти вот свои новости. Новости, они буквально цикличны. Вот недавно я рассказывал о том, что там мобильные проекты, вот, как только они вот всё это разрабатывают, как только они всё это выпускают, как только они уехать. Просто взять, сесть в свой автомобиль, на котором их, в общем-то, и задержали, и уехать. То есть, если, возможно, кто-то из вас это понимает, и вы вообще имеете хоть какое-то представление, если меня смотрят какие-то, там, знаете... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Во времена, когда все молчат, и никто не может даже элементарно высказать своё какое-то простейшее мнение, люди обращаются ко мне. Говорят, мол, вот, там, расскажи о том, расскажи об этом, нам до этого обо всём этом не рассказывали, ну, расскажи, пожалуйста, что там вообще происходит, что там будет, что там не будет, и многое-многое другое. Дело в том, что, обращаясь к новостным изданиям, к новостным сфоткам, вообще к источникам, откуда можно позаимствовать какую-то информацию, и сделать на этом отдельный видеоролик, их много. Но факт в том, что они, ну, особо-таки ничего не выпускают. То есть, там, знаете, рекламные посты, потом какие-то там просто новости непонятные, потом ещё какие-то вещи. Я об этом уже рассказывал, а также показывал в своём недавнем видеоролике на этом канале. Если вы его не видели, то, ну, это грустно, это как-то тупо, это непонятно, это глупо, да и в целом, ну, непонятно. Однако, вы можете посмотреть его по подсказке справа сверху, понять вообще, что, ну, ситуация-то плачевная со всеми этими новостными изданиями, со всеми этими прочими вещами и со всем прочим, поэтому, ну, вот как-то так можно со всем этим смириться, наверное. А может быть, кстати, и нет. Но ладно, не особо важно, потому что сегодня я бы хотел с вами обсудить проект, который лично я уже до этого, по-моему, когда-то обсуждал. Рассказал о том, что вот, там есть это, там есть то, и, видимо, знаете, по пути блэкраши пошли GTA-самбовские проекты на Android по-другому. Я это просто описать не могу, потому что, ну, я не знаю, до этого не было, до этого ничего не выходило, до этого, то есть проект вообще как-то даже не думал обо всем этом, а тут вот, и сразу вот Блэкраша выкатило то, что они там будут делать весь этот голосовой чат у себя, то, что у них там будет все вот это прочее, и тут же сразу подхватили все это другие проекты. Об этом мы сегодня с вами и поговорим, вернее, даже не о каких-то, там, знаете, вот этих вот проектах какие-то вот непонятные, а о конкретном проекте, который вот, там, знаете, выпускает все вот эти вот свои новости, рассказывает о том, что вот, мы там добавим это, мы там добавим то. В общем-то, давайте перейдем непосредственно к самой новости из... Ладно, ешь, зачем я постоянно вам все это рассказываю, к чему мы переходим, к чему мы не переходим, зачем нам все это надо, зачем вам все это надо, зачем мне все это надо, я не понимаю. Вы же и так можете понять, откуда вся эта новость, вы же и так можете понять, что вообще там произошло, что там вообще происходит, нужно это, не нужно и так далее. Ну, вот, Флинн Мобайл, вчера показали скриншот, на котором можно заметить иконку голосового чата. Похоже, он появится в ближайшем обновлении. Помимо этого, основатель проекта отметил, что в релизе появится поддержка трех касаний экрана и вид от первого лица. Ну и, разумеется, вот эти вот даже какие-то уже GTA-самповские Android сервера, они идут по такому, по какому-то одному такому начертанному пути. Вот, то есть, новости, они буквально цикличны. Вот, недавно я, наверное, рассказывал о том, что там BlackRush вводит вот этот вот весь свой голосовой чат, что там BlackRush вводит вид от первого лица, что там вот все прочие вещи, они также происходят. И сейчас вот этот вот весь Flynn, Flame, Flames, все прочие проекты, ну ладно, в общем-то, Flynn Mobile и Flame Mobile, они как бы разные проекты, и вы, наверное, должны это понимать, если вы человек, который, ну, хоть немного разбирается во всей этой теме. И вот, Flynn Mobile, ну, показали то, что в скриншоте вот все эти вещи, они будут. Лично мне непонятно, почему мобильные проекты, вот, как только они вот все это разрабатывают, как только они все это выпускают, как только они выходят в свет, они сразу не могут сделать голосовой чат. Почему? Ну, даже если они сразу это не сделали, через неделю, через месяц и так далее, то есть, если это уже всеми используется, почему они не могут все это сделать? Вернее, даже не всеми, а это идет как основа основ, потому что на телефоне, пока ты будешь все это набирать, все это рассказывать, всю эту историю там, знаете, прописывать, от тебя уже все уедут, если ты будешь там где-нибудь в ПД играть или в прочих вещах, то есть, ну, это абсолютно точно неудобно для всех игроков, которых задерживают и которых, типа, и которые задерживают, ну, вернее, для тех, которых задерживают, это не особо, так знаете, минус, потому что они за это время, пока какой-то полицейский пишет все это в чат, они могут, так знаете, уехать. Просто взять, сесть в свой автомобиль, на котором их, в общем-то, и задержали, и уехать. А служитель правопорядка ничего сделать с этим не сможет, он просто быстро постарается закрыть все это окно с вводом всех этих, знаете ли, команд, я не знаю, там, слов, прочих вещей. Он все это постарается моментально закрыть, моментально за всему, типа, поехать, но по итогу забьет на все это, типа, да зачем, да все, он уехал, типа, ну, что, у нас на серваке три человека играет, я админ и вот этот чел, нет, у нас же людей много, поэтому, ну, пусть этот, ладно, уезжает, потом следующий приезжает опять там, все начинает набирать, 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 потом чел опять уезжает, он опять такой, блин, и по итогу на серваках вот этих вот всех мобильных в антроиде целит полная преступность, полное какое-то беззаконие из-за того, что голосового чата там нету. Почему разработчики вообще не добавляют голосовый чат изначально, как только выходит весь этот проект в свет, я не понимаю. То есть, если, возможно, кто-то из вас это понимает, и вы вообще имеете хоть какое-то представление, если меня смотрят какие-то, там, знаете, разработчики всех этих проектов и серверов, то, разумеется, напишите об этом в комментарии, мне просто непонятно. Я действительно, я не понимаю, мне казалось, что на всех GTA, SAM, Android, мобильных проектах все это есть, но, как оказывается, такого, такое, такого, так, такое, вообще оно есть не везде. Почему оно есть не везде? Ну, если честно, я не понимаю, я могу это все списать только на какую-то лень, на банальную забывчивость, что человек, мол, там, знаете, открывает свой проект, думает, это не особо надо, потом видит у других проектов то, что они там все это делают, думает, вот, надо бы сделать, вот там, вот, с завтрашнего дня начну все это делать, хоть вот завтра все это обновление будет, завтра у меня все сделается, завтра все будет круто и так далее, по итогу забивает на все это, ну, всем известный трехбуквенный орган, и ничего по итогу из всего этого не делает и забивает на весь этот голосовый чат. А когда, знаете, уже КРМП, Андроид, все эти проекты на мобилку, они начинают все это делать, когда уже даже они все это делают, то, разумеется, вот эти вот пионеры в Андроиде GTA Самповском, они начинают понимать, что, типа, вот, челы, а почему у нас-то такого нет, че, чем мы-то хуже, вот эти вот Андроид, КРМП чуваки делают, чем мы хуже, в самом деле. И, разумеется, тоже начинают все это делать, начинают все это публиковать, там, свои вот эти вот группы ВКонтакте, все прочие вещи, но из этого чего-то такого, знаете, интересного не выходит, по крайней мере, на данный момент. То есть, они опубликовали, когда они все это внесут, когда там будет вид от первого лица, когда там будет вот это вот трехпальцевое касание, я лично не понимаю, да и зачем три пальца вообще нужны, если ты в целом играешь, как мне кажется, большими пальцами, и особо тебе, типа, остальные пальцы не особо нужны, зачем, я лично не понимаю. Но, если вот разработчик Flynn Mobile считает, что оно должно быть, ну, типа, пусть оно будет, если оно только, знаете ли, не замедлит выход других более важных обновлений, потому что вот это вот трехпальцевое касание, ну, типа, я не знаю, вот эта поддержка трех касаний, ну, что-то, но оно как-то очень сомнительно, и выглядит больше на то, что вот, на создании вида того, что вот мы, мол, мы что-то там делаем, что вот у нас трехпальцевое касание, что вот это круто, вот это классно, по итогу, это и фишкой, это и вообще штукой, ей никто не пользуется, и ничего интересного из всего этого не получается. Однако, ладно, я вам рассказал про Flynn Mobile, но на самом деле я играю на проекте Arizona, RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, там со всем этим ознакомливаетесь, там все это делаете, и там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите, подписывайтесь, отписывайтесь, ставьте лайк, дизлайк, колокольчик, отписка, комментарий, все прочее ставьте, и все будет хорошо у вас и у всех нас. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok